здарова всем с вами хилхерц и сегодня я бы хотел вам рассказать о том как нам с вами можно поставить мод ascended для dark souls 3 давайте начнем с самого важного первым делом самым первым делом мы заходим в dark souls идем в настройки и вот в этой настройке нам обязательно нужно launch setting то есть настройки запуска поставить play offline а для чего это нужно так как модификация изменяет наши файлы игры если мы зайдем в онлайн скажем так античит проверят наши файлы скажет братан ты там что-то левое делаешь и званит нас так что обязательно загружаемся в offline 2 тоже очень важная нам необходим английский язык для чего необходим английский язык потому что модификация работает только на английском языке вы если вы поставите модификацию зайдете в игру на русском или на каком-то другом языке кроме английского у вас у новых описаний предметов будут не описание а просто вопросники если вы не знаете как поменять язык то заходим стим Свою библиотеку В Dark Souls 3 свойства, ну, игру лучше закрыть Здесь вот язык, и можно поменять на такой, который вам необходимо Наверное, нельзя сейчас поменять, потому что игра загружена После этого что? После этого мы, наверное, давайте будем качать мод То есть, заходим на Nexus Mod, ссылка будет в описании вот на этот мод Здесь, смотрите, если вы не залогинены, логиньтесь Там можно совершенно спокойно залогиниться по халявной регистрации Не переживайте, не волнуйтесь, платить ничего нигде, никуда не надо Здесь у нас описание о том, как это устанавливать Можете просто подтереться этим, это неправильно Я не знаю, сколько у меня раз не получалось, не получалось Заходим в файлы, смотрите, здесь у нас три версии игры RPG-версия, это такое, знаете, ну, среднячок Изи, это вообще, ну, такой легенький мод И Hell, мы играли в Hell-мод на двух стримах Я вам советую, правда, правда, ваша попа не выдержит Качайте либо RPG, либо Изи Hell-версию оставьте кому-нибудь другому Это как бы модификация просто безумнейшая, она отбитейшая Так что не стоит, вот, мануальную загрузку делаем Потом, короче, медленную загрузку Ну, здесь ничего нового, как бы дожидаемся того Пока у нас скачается архив Он 6 мегабутов всего весит, это, в общем-то, фигня После этого что? После этого мы берем и распаковываем Вот эту вот папку куда-нибудь в любое место На рабочий стол, она у меня уже есть Как говорится, дабы не быть голословным, вот Я ее распаковал, вот примерно так она и выглядит И теперь начинается самое интересное Дополнительно нам с вами понадобится программа Которая называется UXM Еще нам понадобится с вами программа UXM У меня есть версия 2.2, есть версия 2.4 Я пользуюсь 2.2, скачать ее тоже можно с Nexus Если не забуду, оставлю ссылку в описании Хотя, наверное, в Nexus Mode здесь такая штука есть Сейчас посмотрим Да, можно download UXM, то есть здесь можно скачать Идем в эту программу Открываем ее Все уходит на второй монитор Здесь необходимо указать путь к exe файлу игры То есть, ну, как бы это легко и просто Вот находим, нажимаем открывать Если вы хотите больше понять, как это работает Идем в Steam Правая кнопка мыши, свойства Локальные файлы Посмотреть локальные файлы У нас открывается папка с игрой Ради интереса можете нажать правую кнопку мыши Посмотреть свойства Игра весит 24,8 гигабайт Это вроде полная версия Со всеми дополнениями, со всем-всем-всем Вот примерно так запомните Две папки и немножечко дата файлов Я, разумеется, немножечко облажался Перед тем, как запускать UXM Обязательно, пожалуйста, убедитесь в том, что вы закрыли игру На открытой игре запускать нельзя Потому что это поломает ваши файлы Причем достаточно сильно У вас не станет мод Я уже записал видос И он нифига, короче, не установился Вот, наша папка с игрой Ради интереса Сколько она весит? Еще разок проверим 24,8 это наша отправная точка Да, все нормально, хорошо Запускаем UXM теперь Проверяем, точно ли игра лежит там, где она лежит Dark Souls 3 Давайте прям Steam Apps, come on Dark Souls 3, Game, Exe Открыть И жмем кнопку Unpack И после этого ждем опять же 20, 15, 30, 40 минут До тех пор, пока вот эта вся фигня не дойдет до полного Ну, ожидаем, куда деваться Теперь же, спустя много-много лет Когда мы видим надпись Unpacking Complete Мы можем продолжать Смотрите, идем в нашу папку с игрой Обновляем ее на F5 Смотрим, сколько она стала весить Стала весить намного больше Так оно и должно быть Здесь появляется огромное количество папок Так и должно быть Двигаем немножко сюда После этого идем в папку Куда мы распаковали Вот туда, с AscendedMod RPG Hell И теперь смотрите, что мы делаем Data 0 мы копируем просто вот сюда То есть немножко ниже двигаем Перемещаем Обязательно копирование должно происходить с заменой Это важно Заменили в пункте назначения Отлично Теперь MapStudio Идем в папку Map Открываем это тут и там Потом жмем Ctrl A, Ctrl C И все это переносим сюда И заменяем файлы в папке назначения Вот, вроде бы замена произошла Это великолепно Если я не ошибаюсь Таким образом у нас будут добавляться новые противники Снова возвращаемся сюда И теперь вот эти вот три файла Мы должны с вами перенести в папку Которая называется MSG NGAS Берем и вот так вот переносим Заменяем в пункте назначения Если вы вдруг не знаете Где что и как лежит То здесь написано Вот смотрите, Data 0 Main Game Directory Потом Map Studio В Map Map Studio Ну и вот это вот MSG NGAS Вот, после этого мы идем в UXM И жмем кнопку Patch Если вы слышите контакт Если я это не вырежу Прошу меня простить Patching Complete Все, мы можем закрывать Можем ради интереса зайти в папку с игрой Назад-назад Проверить сколько это весит Весит это дофига, поверьте мне Так, у меня контроллер отвалился Секундочку Включайся Мы сейчас будем игру запускать Вот, смотрите Она весит больше Я бы вам советовал запускать игру не вот так Не через Steam Dark Souls 3 А вот, смотрите Dark Souls XZ Копировать И потом на рабочий стол Вставить в виде ярлыка И таким образом запускать Давайте проверим в режиме реального времени Получилось ли у нас поставить или нет Здесь у нас игра открывается в окошке Будет виден счетчик FPS Мы немножко потише, наверное, сделаем А может не будем делать И смотрите Теперь мы можем создавать нового персонажа Сейчас проверим Прямо в режиме реального времени Пофигу как называться Это нам не важно Давайте возьмем мага Сорка Если есть кольца Значит мод уже встал Хорошо Без разницы какие кольца Финализируемся И сейчас проверяем Если дополнительные противники появятся Значит мод встал великолепно Получается Слышим колокола Жмем кнопку старт И идем проверять Здесь у нас раньше всегда был один противник А теперь должно быть нам Да, отлично Мод встал Не поверите Но это заработало Ну в принципе я думаю Что мы заимели успех Надеюсь теперь у всех получится Поставить данную модификацию И поиграть А насладиться этим модом Вот Если что там Будут вопросы Пишите Постараюсь помочь Если вдруг получится Да, все нормально Все встало Все работает Великолепно Если данное видео Казалось полезным для вас То было бы Неплохо Чтобы вы там лайки, дизлайки Комменты, не коменты В общем-то как-то так Всем большое спасибо за просмотр Счастья, здоровья Кто болеет, не болеем Чтобы все у всех всегда было хорошо И еще раз До свидания Огромное спасибо спонсорам канала А также всем спасибо за просмотр И надеюсь, что видео вам понравилось Если это так То можете поставить лайк И подписаться Это очень сильно мотивирует Стараться лучше и больше Также можно нажать колокольчик Чтобы не пропустить новых роликов У нас все честно Если не понравилось Ставим дизлайк В описании всегда есть интересные ссылки Также можно посмотреть и другие мои ролики Всем всего хорошего Счастья, здоровья Чтобы все у всех было хорошо С вами был Хилхерц Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok